МОМЕНТ ИСТИНЫ Судится с журналистом московского комсомольца, доктором исторических наук Сергеем Бычковым. Он пишет прежде всего на религиозные темы. Более того, журналисты Москвы, очень многие журналисты Москвы, в том числе и телевизионные журналисты, выступили на днях с открытым обращением к коллегам, в котором фактически отказали Сергею Бычкову в доверии и в профессионализме. Против Сергея Бычкова открыто выступает сегодня протеерий Всеволод Чаплин. Его боялись. Боялись того, что он московскому комсомольцу может написать совершенно дикий какой-нибудь текст хамский, рассказывающий о том, что тот или иной иерарх спер половину церковных московских ценностей, или является гомосексуалистом, или, как про одного архиерея было написано, его похитили сектанты. Хотя его в это время видели в Москве, но это не важно. Важно, что Бычков получил в свои руки сильнейшее оружие. Возможность охаять любого человека, используя это для шантажа, для давления, для запугивания. Многие люди рассказывали мне, что журналист Сергей Бычков все время писал на людей доносы. Это ваше предположение или вы это утверждаете как факт, отец Севаст? Я знаю, по крайней мере, одного человека, известного диссидента, который утверждает, что он сел в тюрьму из-за доноса Сергея Бычкова. Многие другие люди, в частности, духовные чады отца Александра Меня, рассказывали мне о том, что он стучал на окружение отца Александра. Я не знаком с журналистом, он просто по-прежнему пишет о церкви, это его тема. И вы считаете, что в минувшие годы, сколько-то лет назад он сажал людей? Я правильно понимаю? Абсолютно точно. Ну, не совсем из-за Бычкова. Просто в наше время, в советское, для того, чтобы возбудить уголовное дело, должна быть инициатива какая-то. То есть должен какой-то гражданин написать заявление с инициацией уголовного дела. В КГБ или в прокуратуру? Дело в том, что в 1975 году познакомился с Огородниковым, у которого здесь был в Москве философско-религиозный семинар. И вот одной из участниц семинара была Екатерина Муравьева, потом вышла замуж за Бычкова впоследствии. И вот лично я и не предполагал, кто он есть на самом деле. Бычков? Да, вот этот самый Бычков. Он входил в этот кружок? Он пришел с другой стороны. На философско-религиозный семинар вот этот постандертий уже упал до моклов меч, и там начались посадки. Людей стали забирать психиатрические лечебницы, там возбуждать дела и так далее. Естественно, поскольку у них были родственники за границей, привозилась литература, антисоветская, скажем, литература, которой мы имели счастливую возможность пользоваться, читать. Потому что для нас это был единственный источник, когда мы могли что-то действительно по-настоящему почитать. И только после того, как меня уже арестовали в 1984 году, я был просто, ну, как бы сказать, в легком шоке, когда я увидел заявление к возбуждению меня уголовного дела Сергея Сергеевича Бычкова. То есть вы своими глазами видели? С своими собственными глазами. На двух страницах написано каллиграфическим почерком, что мое место в тюрьме, что таким людям нет места на свободе среди советских граждан и так далее. В 1984 году его посадили по 252 статье. На суде он сказал так. Я понимал, что тюрьма не мама, у меня двое детей, у меня мать. Я вынужден был пойти на сотрудничество. На сотрудничество с органами? С органами, да. КГБ. Но вы писали какую-то бумагу на него в свое время? Я никакой бумаги на него не писал. И никакой бумаги он в суду не предъявил. Оказывается, они заказали дело Развеева из Уфы. И в разгаре процесса это дело принесли, это примерно, Михаил Владимирович, я думаю, что полторы тысячи страниц. Три тома. Вы спрашиваете своего адвоката, мы сейчас дадим ему слово. На самом деле мы видим, что здесь больше откровенно конъюнктурного политического интереса и меньше всего церковного. Так бумага, вот этот донос, был в деле из Уфы? Дело в том, что они грозились предъявить его. Но не предъявили? Но не предъявили этот документ. То есть там этой бумаги нет? Ее быть не может. Потому что вы никогда не писали. Потому что я не писал, потому что самое странное, что он говорит, что я написал на имя московского прокурора. Разве я всегда жил в Уфе? Почему я должен был писать московскому прокурору, а не уфимскому? То есть человек искренне верит, что эта бумага существует. И сколько вы получили? Четыре года мне дали. Тюрьмы? Да, тюрьмы строгого режима за организацию антисоветской группы, якобы. Но это все сфабриковано было, понятное дело. И всех арестовали? Всех. Отец Дмитрий Дудко тоже сидел? Да, отца Дмитрия сразу его первого арестовали. Потом отца Глеба арестовали. Отца Александра менее держали только потому, что он был как лакмусовая бумажка. Они около него поставили этого Сережу, который отслеживал. К отцу Александру очень много народу шло. Я думаю, только поэтому отца Александра тогда они арестовали. На самом деле ситуация очень тяжелая, потому что отец Бориса обвиняет журналистов. Он в тюрьму попал, действительно. Журналист говорит, что и отец Борис признавался, уже в лагере находясь, что он сотрудничает с органами. Будет суд, публичный суд. Вот либо все это не знать. У нас же тема стукачества, да, кто на самом деле работал с КГБ, сожрал людей. Это тема, в отличие от стран Восточной Европы, Германии. У нас эта тема как-то закрыта до сих пор. Это правильно? Ну, в общем, это, конечно, неправильно. Потому что зло не наказано. То есть, знать стукачей надо? Да, потому что наша беда как раз состоит в том, что мы постоянно пропускаем зло, прощаем его. Потом зло это повторяется, мы опять прощаем, повторяется. Потом оно все больше набирает силу. И сегодня они опорадуются тем, что... А тогда все были. Нет, не все. Многим предлагали, далеко не каждый соглашался. Мне жалко господина Бычкова. Это человек с сожженной совестью. Он очень многим людям причинил страдания. Он постоянно лжет. Только что в суде я представил документы, которые ясно показывают, что Бычков лжет, когда пишет о саммите религиозных лидеров, который состоялся в июле в Москве, рассказывая о том, что его якобы бойкотировали протестантские церкви Великобритании и Германии. Вот таких проверяемых абсолютно фактов, по поводу которых Бычков постоянно лжет, в его статьях десятки и сотни. Но я понял, что с этим человеком можно бороться только правдой. Нельзя пытаться задобрить это зло. Нельзя пытаться подружиться с ним. Все они говорят о том, что у меня хамский тон публикации моих статей. Но никто из них не говорит, что митрополит Кирилл торговал табаком. О том, что процветает педерастия в русской церкви. И захлестнула просто русскую церковь. Причем тут тон статей. И как я могу писать о этих бедах русской церкви в спокойном тоне. Иван Ильич, Георгий Нелеп был замечательный тенор. Народный артист Советского Союза, солист Большого театра. Это известная история, когда начался реабилитанс, так называемый. Женщина на 15-м подъезде в Большом театре, актерский фото. Попросила пригласить к ней народного артиста Нелеп. Он вышел. Вы меня спрашивали. Да, я сказал. Она и плюнула ему в лицо. Это вот тебе за моего посаженного. Борис, Борис, все пред тобой трепещет. Никто не смеет и напомнить о шрепи несчастного младенца. Чем закончилось? Через несколько дней Нелеп умер. По-моему, перед грозой. Да, перед сценой грозы первая картина кончается. Он проходит там за кулисами, а в театре шел этот слух уже, взгляды на себе все эти, знаете. И к нему подходит хорист. Григорий Михайлович, как вы себя чувствуете? Говорю, а что? Вы себя хорошо чувствуете? У вас все в порядке? Хорошо, да? Так сочувствованы несколько раз, да? И все. Вышел, дал петуха. И все кончено было. И смерть через какой-то момент? Да, очень быстро умер он. Ему было 50 с чем-то лет. И не уйдешь-то отсюда людского, как не уйдешь от Божьего. Конечно, об этом говорит выдающийся певец, действительно, выдающийся. И тем не менее, об этом вроде не совсем корректно говорит, но это кара Божья. Человек должен получить за то, что он делает. Андрюша, у Шатара Ставелли есть прекрасная строка. О колоссальной мудрости. Очень просто быть стратегом в виде бой со стороны. Понимаешь, у меня вызывает чувство протеста, желание вытереть ноги о прошлое. Найти любую гадость в прошлом и начать ее раскручивать. В Германии разоблачили всех в ГДР бывший, да? Кто со Штази работал? Да, подожди секундочку. Я не знаю, еще мы посмотрим, время покажет, выиграла ли от этого Германия. Это во-первых. В какой-то степени это наказание добротой. Мы все знаем, но мы об этом молчим. И тогда, в какой-то момент, человек все знают о его пороке, не выдержит и заговорит об этом сам. Тогда это правомерно. Конечно, в той истории, которую я рассказал, сейчас надо выяснять, кто на кого стучал раньше. И суд это будет выяснять. Тот говорит, ах, я на тебя, Света, я тебе скажу, кто, я видел твои письма, мне дали папку в КГБ, где ты на меня написал. Ах, вы видели мои письма, тогда я вам скажу, с кем жила ваша дочь. И начинается, и начинается. И зритель, значит, мечется направо, налево. Можно я тогда приведу пример сегодняшнего доноса? Я прочту это письмо. Это донос, анонимка, без подписи, генерал-лейтенанту милиции Кучеруку, начальнику ГУВД Краснодарского края. Думаю, что, судя по фактам, пишет действительно сотрудник ГИБДД города Краснодара. Думаю, что вы знаете, он обращается к генерал-лейтенанту, что в последнее время наших работников ГИБДД Краснодара ловят, возбуждают уголовные дела, раздевают донитки, увольняют за взятки. Я вам хочу сказать, что начинать надо не с нас. Сейчас весь личный состав, исключая руководство, разумеется, там свои ставки, платит налоги, в кавычках, с зарплаты. Года два назад это было две тысячи, сегодня три тысячи рублей. Весь личный состав, сто долларов, начальнику, анонимка. Подчеркиваю, зарплата регулярно за то, что работаешь. С поста мы платим с каждой смены две тысячи рублей. Руководство. Регулярно. Старший смены сдаёт начальнику поста эти деньги каждый раз. За перемещение с одного поста в другой, за перевод, 800 долларов повышение. 800 долларов. Это если в той же должности. Ну а за повышение в звании такса отдельной должности продаются дорого. Это ни для кого не секрет. Направляю письмо Андрею Караулу и так далее. Я хочу сказать, Андрюша, это недонос. Это крик отчаяния. Недавно я был в Краснодарском крае и беседовал с очень многими людьми. Больше коррупции, чем в нашем крае, нет нигде в России. Я говорю, что вы, Москва? Вы знаете, что у нас делается? А это было в Дагомысе, потом в Сочи. Я тебе расскажу сейчас одну совершенно свою. Вчера было разведание правительства, посвящённое толерантности. Москвы. Да. Я когда ехал, я вспомнил ситуацию. И так я нахожусь на Тишинской площади. Слева стоят азербайджанцы. Торгуют там орехи, клубника. Они слева. Я стою посередине. Справа идёт патруль милицейский. Я слышу в левое и в правое ухо. Азербайджанцы. Слушай, мы же им уже платили. Чё они опять? Утром же платили. Второй. Наверное, сменился состав патруля. Это слева разговор. Справа. Разговор между сержантом и лейтенантом. Значит, делаем так. Ты подходишь к ним и спрашиваешь документы. А я в это время делаю вид, что звоню по мобильному и смотрю на них. Дословно ситуация жизни. Там другая национальность. Здесь русская милиция. О какой толерантности мы говорим. Вы понимаете? Говорят о том, что у преступления нет национальности. Я согласен с этим. А у преступника есть. Ну что делать? Я поймал золотую рыбку на пруду. И спросил её о правде на беду. И она мне отвечала, и она мне отвечала, Что я правды в этом мире не найду. Вот война эта. Наши солдаты сидят в окопах без винтовок, потому что 11 миллионов винтовок было завезено к границе, и первые уже два дня немцы их забрали все. Мы остались без винтовок. До войны был запрещен выпуск Максима и автоматов, потому что кулик-маршал называл автоматы оружием полицейских. И когда мы начали войну, вот люди их заставили наливать бутылки бензин, коктейль Молотова, а там пули свистят, только поднимет бутылка, взрывается, потому что пуля попадает. Мало того, что танки не подбивали, горели. Десятки тысяч погибло из этого людей. Ворошилов, когда пришел на Ленинградский фронт солдаты без винтовок, он приказал наковать мечи и сабли. И люди потом Сталин посадил, а потом их реабилитировали. Тоже они подвержены реабилитации. И сегодня... Воевали с саблями против танков. Против танков. А сегодня эти люди реабилитированы, которые десятки тысяч наших граждан пустили под откос, под смерть. Не найди мне этой правды днем с огнем. Нынче правда уживается с вороньем. И кружится мне погоду, и кружится мне погоду, и куражится шальное воронье. Так, к сожалению, мы должны признать, что президент, поднимая несколько раз вопрос о коррупции, победы в этой схватке не одержал. До тех пор, пока не будет принят закон о коррупции, как отправная точка, мы будем знать, что власть, лучшие ее представители потерпели сокрушительное поражение. Посмотришь телепередачу Караулова в момент истины. Так расстроишься, что ночь не спишь. И мы, ветераны, возлагаем опять надежду на вас, Владимир Владимирович, что вы добьете эту коррупцию. А почему мы терпим поражение? Вот сегодня, Олег Максимович, в Псковской области почти 700 отравлений водкой или спиртом вот сейчас будем разбираться, что пили люди, более 20 смертей. По состоянию на 9 часов сегодняшнего дня обратилось за помощью 663, за истекшие сутки 26. То есть количество отравившихся людей растет? Да. Скончалось 23, за истекшие сутки 0. Это без учета, кто на дому, у кого могут быть скрытия. Такое сведение мы не владеем. Ну да. Разберусь с судебно-медицинской экспертизой, чтобы они нам тоже давали людей, умерших, с таким диагнозом, вне учреждений здравоохранения. То есть это пока еще не полная картина? Да, это не полная картина. Почти 700 человек и не полная картина. Да. Сколько раз момент истины, в частности, говорил о Псковской водке, о том, что там неблагополучно, и что это единственный регион в России, где местные депутаты с подачи губернатора прежнего Михайлова освободили местных водочных королей от уплаты местных налогов. То есть фактически получилась ситуация, когда водка, ну нет денег с водки, дохода нет, датируется бюджетом области. Ни молоко, ни мясо, ни хлеб, ни школьные завтраки датировали водку. Я единственное прошу, чтобы запретили, чтобы спиртом торговали. Вот единственное прошу. У меня спилась мама и папа. Папа, так вообще я не хочу про него говорить. И я стала очень выпивать, потому что, как вижу, как у меня обстоятельства в семье. Не хочу. Девушка Катя была среди немногих людей, которые согласились выступать в нашей программе и откровенно говорили о том, что, по их мнению, происходит в компании Псков-Алка о торговле спиртом. Мы это проверить не могли, но, видимо, эти люди знали какие-то подпольные каналы. Торговля спиртом запрещена в нашей стране. Мы стали заниматься этой темой. Снова приехали Псков через две недели. Что сделали с Катей в милиции или где-то? Я не знаю где. Я не знаю, кто ее убил. Но, увидев нашу камеру, все те, кто выступал в план «Интистинный» накануне, просто бежали от нас как черт отлаженный. Становись. Становись, остановись. Что, вы снимаете, да? Да, мы хотим поговорить. Ну, конечно. Ну, что говорить-то со мной? Вы заеб... Меня, понимаете? Вы заеб... Что вы от меня хотите, чтобы я сдохла, за вас? Подонки. Кать. Поймали пьяную бабу, да? Поговорили. Что надо? А что случилось-то? Да ничего не случилось. Да, у нас, еще раз скажу, было предположение, что Катю просто избили. По команде губернатора Михайлова к нам в программу потянулись официальные представители его администрации, которые наперебой уверяли нас всех, что сводка все благополучная. Были приложены очень большие усилия для того, чтобы организовать новые линии современные и, значит, обеспечить качество этой продукции и найти рынки сбыта. Так вот, что касается смертности, это тот показатель, который наиболее конкретно характеризует ситуацию в северо-западном округе по алкогольной проблеме. Так вот, как раз мы стоим на седьмом месте. Северные территории, первые места. Санкт-Петербург, последнее место. Мы где-то занимаем из 11 территорий седьмое место. Также мы имеем определенную динамику, положительную даже, по заболеваемости алкогольными психозами. И на протяжении трех лет идет снижение ее. Поэтому, когда речь идет о распространенности пьянства и алкоголизма, то мы не можем сказать, что в нашей области эта проблема нарастает. Нет. Она стабильная. Первым человеком, кто сказал о том, что водка датируется в Псковской области, единственный регион в мире, где датируется водка, освободили от налогов вместо водочных королей депутат. С подачи, еще раз скажу, с подачи губернатора, он подписал этот указ. Был Алексей Митрофанов. Результат. Мы требовали, чтобы были проверки прокурорские, уголовные дела. Ну как это? А спиртом торгуют с завода Псков-Алка? Правда, неправда? Проверьте. Почему избивали участников нашей программы? Почему они стали нас бояться? Нашей камеры вдруг. Спустя месяц. Когда датируется водка, это, во-первых, вызывает слезы умиления. Это какой-то бред. Да, отрепь. Самый потребляемый продукт датируется, который дает бешеные дивиденды. В итоге, да, уголовное дело было возбуждено. Только против программы «Момент истины». Я как будто мне больше нечего делать. Месяца три ходил на допросы, объясняя, что здесь нет клеветы. Нет клеветы. Что прокурор области после программы «Момент истины» господин Лепихин, он и сегодня работает, обратился к депутатам с письмом, что они были неправы сколько-то лет назад. Проморгал прокурор, не знал. Совершенно ясно. Идут машины, луженные полностью. И хотя все говорят, и милиционер условно пытается, задерживает, тот говорит, старик, ты что, не понимаешь? На, получи, я поехал дальше. И удивительно то, что в Пскове произошла ведь смена власти. Казалось бы, ситуация должна поменяться, но она нисколько не поменялась. И сейчас Псков чемпион по отравлениям. То есть, меняются губернаторы. Но, тем не менее, эта тема остается. Тревогу вызывает массовое алкогольное отравление людей. Все-таки будем справедливы. Видимо, люди отравились жидкостью, привезенной из Петербурга, которая предназначалась для мытья стекол. Техническая жидкость для омывания стекол. Ну, такие вот технические жидкости. То есть, что люди покупали не спирт, а именно техническую жидкость? Ну, они покупали с большим содержанием спирта, и поэтому они покупали как спирт для употребления внутрь. Но на бутоках было написано, что это для стекол, а не для желудка. Ну, да, да, да. То есть, не пищевой спирт. Здесь есть объективные причины. Это не только умение и сила Гавунаса. Он сильный человек. Кто-то фамилия такая. Он владелец Псков-Алка. Да, он умелый организатор. Но это еще и беда провинции, потому что мы довели дело до того, что кроме как продавать водку собственного населения, некоторые области и заработать не могут. У него всегда будет льготное положение. Раз это одна из основных отраслей этой области, значит, у тех, кто ее возглавляет, всегда особое положение. И так в каждом регионе? Во многих регионах. И ничего сделать нельзя? Во многих регионах. Нам надо, наконец, вместо того, чтобы растворять миллиарды долларов в финансовых рынках Запада, что-то реально строить, начиная от того, что в стране не построено ни одного нефтеперерабатывающего завода. А в Пскове предлагали построить нефтеперерабатывающий завод там рядом с границей. Это удобно. В стране не построено за 15 лет ни одного нефтеперерабатывающего завода. В нефтяной стране. В нефтяной стране. Сырье гоним. И других производств нет. Но ведь готовый-то продукт продавать за границу в ту же Европу выгоднее, чем сырье. Конечно. Строит дороже. Конечно. И тогда мы займем людей... А у нас ни одного завода. Тогда нового не построили ни одного нефтеперерабатывающего за 15 лет. То есть, поэтому водочники у нас будут королями. Это вечный бизнес. Он работает и все. А других бизнесов у многих регионов нет вообще. Вот в чем проблема. Если эти люди, как только что говорил полковник милиции, пили жидкость для мытья стекол, почти 700 человек, какова деградация? На самом деле, да. Если 700 человек или больше, не сговариваясь, выпили средства для стекол предназначенные, не для желудка. Ну, во-первых, Андрюша, давай мы будем. Когда был сухой закон, массовое употребление одеколона было явлением абсолютным. И я хочу тебе сказать, я езжу с дачи через Чехов. И иногда мусор выбрасываю на чеховской свалке. И там работают бомжи. Их было четверо. Три из них с высшим образованием. Они рассуждают о Путине там. Выбрасывают мусор и говорят, вот, Владимир Владимирович, это уникальная вещь, понимаешь, это надо снимать. Сначала он был не востребован, потом он опустился. То, что от него запах такой, как будто ты посетил череду помоек. Вот это деградация общества. Когда у нас количество беспризорных детей, которые не снилось после революционному периоду, когда Дзержинский решил эту проблему, мы говорим, что дети – наше будущее. Никогда не верь этому. Дети – наше настоящее, которые нам зачеркнут будущее, если мы будем так к ним относиться. Вот о чем идет речь. Отыскать пытался истину в стране, где извечно топят горюшка в вене. Ведь на горюшка так много, ведь на горюшка так много в этой доброй и беспечной стороне. И власть тогда будет работать. И тогда мы миллионами не будем терять, когда мы возьмем контроль осуществленный над этой властью, особенно над исполнителем. Вы верите, что это возможно? Да. Вы верите, что это возможно? Вот контроль над властью в нашей стране? Конец 88-89, это когда четвертая власть настоящая была. 60% оборонных заводов было тогда разрушено. Вот тебе контроль над властью. Когда Ельцин пришел... Ельцин – народный контроль. Ельцин сказал, в первую очередь, убрать народный контроль. Весь контроль убрать. Потом я им предложил создать национальный комитет по контролю за использованием ресурсов. Финансовых, природных ресурсов. Он прочитал и в урну сбросил и говорит, вы что же хотите, чтобы они над нами осуществляли контроль? Я говорю, да, да вы что, Вроде у меня совсем с головой. «Я расспрашивал у тоненькой свечи, Отвечай, где-то правда, не молчи. И свеча мне отвечала, И свеча мне отвечала, Правда в сердце и в молитвенной ночи». Это моменты разрушения общества. Я не понимаю, но вот я когда слушал выступление президента на саммите в Финляндии, он говорил о Сахалине. Сахалин-2. Мы сейчас ничего не получаем, хотя нефть уже добывается несколько лет. А если они увеличат свои расходы, мы еще 10 лет вперед не будем ничего получать. Посмотрите, какие расходы дополнительные. Почти в два раза увеличены расходы на юридические услуги. Почти в два с лишним раза увеличены расходы на иностранный персонал. В два с лишним раза увеличены расходы на командировки и так далее. Это все проблемы, которые остаются за скобками. Скандалов, которыми пытаются прикрыться те, кто защищают свои коммерческие интересы. Мы полагаем, что нужно садиться за стол и договариваться. И уверен, мы решение найдем. Удорожание проекта. Сейчас будем говорить, почему это произошло на самом деле. То есть, то, за что мы отдаем нефтью и газом удорожание работ компании Сахалин Энерджи на 10 миллиардов долларов. Это так они себе нарисовали. Там у них повара за 10 тысяч долларов в месяц. Мы за все это, чтобы было понятно, нефтью платим. А нефть участвует в растраты. Повара, стоимость авиабилетов. Иван Ждакаев рассказывал, что на какой-то квартире, которые как в Москве стоят. Если не дороже. Иван рассказывал, что в какой-то праздник руководство компании Сахалин Энерджа гоняло чартер в Южную Корею купаться с девочками. И там девочкам покупали парфюмы, всякие подарки. Все. Это тоже включено в стоимость расходов по СРП. Это надо читать условия соглашения о разделе продукции. Сахалин-1, Сахалин-2. Сахалин-2, да. Которые никто раньше, видимо, не читал. Чудовищные условия для России. Чудовищные условия, преступные, особенно по Сахалин-2. Сколько мы теряем, мы, Российская Федерация, на этих соглашениях по разработке шельфа Сахалинского? Вы знаете, сегодня уже больше 700 миллионов долларов Россия должна отдать американцам, работающим на шельфе. То есть как мы еще и должны отдать американцам, которых пустили на свой шельф? Да, мы сегодня должны. То есть мы в минусе страны? Да, где-то 723 миллиона долларов. За что, если это наша нефть? Если они на ней зарабатывают, объясни, я не понять не могу, за что отдать такую сумму. Что же, пять лет Юрий Булгар. Иван Ждагаев покойный, Сахалинский, Елизавет. Я это все прекрасно помню. Я понимаю, что вы помните. Почему же другие не слышали, были начальником канала. А вот другие-то, почему же они слышали двух этих людей? Главная проблема взаимоотношений власти и общества, что власть, она не хочет слышать. Как это может быть? Карауловы не хотят слышать, ученых не хотят слышать. Вчера был телерадиофорум, там выступал Ясен Сосурский. Что он сказал? Что господин Фурсенко, министр, отнес журналистику в категорию сферы обслуживания. Да ладно? Да, 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 там немножко другая редакция, например, и мы написали письмо президенту. Что это такое? Понимаете? Они обслуживают некую задачу. Они не являются... Журналистами. Да, четвертой властью, о чем всегда мечтало общество. И поэтому я сказал, надо на факультете журналистики открывать отделение заказных материалов. Да, надо. Вот Фурсенко считает, что так должно быть. Две беды России – это не дураки дороги. Первая беда – это богатейшие природные ресурсы, 35% мировых запасов. Беда, вы считаете? Беда, потому что всегда на эти богатства, как вороны, будут слетаться враги. На Словению не нападает, там один гравий у них, а сюда будут все лезть. Страх должен быть. По-другому в России не может? По-иному не может. Никогда не будет. Страх должен витать над чиновникам всегда, потому что, если у тебя нет бога в сердце, и царя в голове... Должен быть страх. Должен быть страх. Только без страха ничего мы не сделаем. Хорошо. Сахалин далеко. Ну вот такое неутешение, не знаю, как сказать, но Сахалин далеко вроде как не увидел. Андрей, подожди. На Сахалине на сегодняшний день работает 200 частных охранных предприятий. И все они практически работают для компаний по СРП. А куда столько Сахалин? Слушай внимательно. Я тебе сейчас расскажу, куда. Милиция обнаружила, что охранники одного из ЧОПов получают в месяц, представьте, по одному миллиону рублей в месяц. И эти затраты, как бы, идут в зачет государству. И мы за это платим нефтью и газом. Те чиновники, которые сегодня подписывают по миллиону рублей охраннику в месяц, сегодня работают в нашем правительстве. Это сегодня мои коллеги. Сахалин далеко, вроде как, не увидели. А ты мне про Рублевку. Про Анатолия Борисовича Чубайса. Будь добр, объясни сегодня. Сахалин еще раз скажу далеко. А дача, государственная дача президента Российской Федерации, Путина Владимира Владимировича, в частности. На Рублевке, как известно. Государственная резиденция. Там президент и живет, и работает. Иностранные делегации принимают, совбезы проводят. В пяти с половиной километрах на Рублевке, Андрей Борисович Чубайс предлагает построить некую электростанцию. На самом деле, речь идет о том, чтобы привезти в Россию 10 немножко переделанных авиационных двигателей, про Атен-Уитни, которые потребляют 5 тонн керосина в час. То есть, станция будет на керосине. В проекте, вот он у меня в руках, ПДК по диоксиду азота, а это яд, повысится в 3,3 раза. Вот сейчас не будет. Да, это касается безветренной погоды. А вот ветер в направлении резиденции, о той, о которой ты говоришь, дует всего-навсего два раза в неделю. Проектанты говорят о том, что пять раз в неделю диоксид азота будет литься на жителей соседних домов, а вот два раза в неделю он в течение 15 минут будет достигать... На голову Путина. Да, в принципе, проектных решений, что делать в этот момент у иностранных правительственных делегаций, здесь нет. Они будут потреблять примерно 10 тонн керосина в час, и при этом в атмосфере будут большие выбросы угарного газа, оксислов азота и оксислов серы, потому что тот керосин, который будет использоваться, имеет много серы. А оксислов серы, который поднимается вверх, это превращается в сернистую кислоту. Это будет очень плохо всё так. И на расстоянии где-то 2-3 километрах, по их собственным оценкам, которые в проекте написаны, превышение только оксислов азота получается в три с лишним раза. А там вокруг живые дома. Это Дарьино. Новодарино, Лапино, Новолапино, Солослава. В общем, вся Рублёвка. То, что нужны дополнительные источники энергии для пиковых нагрузок, когда морозы и прочее, это сама идея и правильная. Но использование вот такого типа генератора электрической энергии, он кажется очень странным. Во-первых, такие системы разрабатываются на газе. А то предлагают керосин, как в прошлом веке. Керосин, как в прошлом веке, со всеми вытекающими отсюда вредными в атмосферу. Почему Чубайсу Путина не жалко, это, конечно, вопрос философский. Мы на него вряд ли дадим ответ. Само хозяйство бензиновое, там 70 кубов хранилища, керосина. Сколько таких станций вокруг Москвы Чубайс планирует поставить? Таких систем будет 5 штук с двумя генераторами. Фактически 10 генераторов. Значит, на каждом большом шоссе, там, где люди живут, там, значит, вот Рублевка, Киевка, выработка электрической энергии. Вот таким образом, примерно раз в 20, то и больше дороже, чем обычно. То есть керосин дороже, чем газ? Да, много. Керосин, да, безусловно. А почему от дешевого носителя газа мы отказываемся, а от дорогой керосин, который очень вредный еще, по мере всего прочего, мы берем? При наличии многих санаториев, там, института курортологии, ну, ПВО находится вокруг там, понимаете, научного объяснения я этому дать не могу. На журналистском конгрессе в Дагомесе главный вопрос. Мы требуем, чтобы нас услышали. Это такая энергетика была... Добиваться надо, я секундочку. Вот я сейчас спорю с собой, добиваться надо? Мы требуем, чтобы Фурсенко услышал нас в число глупости. Добиваться надо. Но если ты приносишь материал, и редактор говорит, не надо давать, зачем мне эти неприятности? Я секундочку, ни разу у меня, вот сколько мы вместе работаем, лет сколько уже, 12 мы работали, да, пока у вас? Ну, дорогой мой. Дорогой мой. Ни разу, ни попцов, у меня вырезали 4 минуты, но это вы по глупости сделали, я тут же вышел на эхо Москвы и сказал, что я думаю про попцов у всей страны, это было год 3 назад. Будем честны, да ладно, дело прошлое, было-было, но ни разу, ни попцов, ни Сагалаев, ну, звонит за это особый случай, просто нас всех выгнал, меня, Боровика, нехорошего, просто всех выгнал. Не сегодня Пономарёв, будем честны, никто не посмел ни запятой убрать в моей программе, никто. Я могу тебе сказать, разве я одинок в том, что холопствует только тот журналист, который хочет быть холопом? С коррупцией трудно бороться, потому что общество, сейчас в ней заинтересовано. В коррупции видят чёрный нал. Да я, почему? Я тебя всех устраиваю, потому что есть чёрный нал, конвертит. Я хочу тебя, вот-вот-вот, потому что убери, и общество перестанет жить. Всё. Конечно, вот мы всё время говорим, что у нас Рублёвка стала именем нарицательным, испортить вот эту счастливую жизнь диоксидом азота. Идея, в принципе, любопытная. Вот они прямо составили таблицы, прямо напишут, наименование загрязняющих веществ. Всё честно. Очень удобно для жителей соседних посёлков то, что около 90 дБ уровень шума. Жители соседних посёлков смогут чувствовать себя в кабине грузового самолёта постоянно ЮС-76. При этом... По шумам. Да, по шумам. То есть, если лётчики обычно работают в наушниках, то жители соседних деревень Солослова, Новодарина смогут просто жить в наушниках. Можем себе представить эти рублёвские знаменитые рестораны. Вот это сериал «Рублёвская жизнь», где все главные герои будут играть в наушниках, сверху будут оксиды серы сыпаться, в перемешку с соляной кислотой диоксид азота, этим ядом будет всё обрабатываться, да? На самом деле, в плане показывать, как вот эта вот жизнь будет погибать, в принципе, может быть, вот здесь вот социальный просто смысл, который мы с тобой не понимаем, да? Это как раз звено той цепи, о которой мы говорили с тобой в одной из передач, о том, что сейчас вот по поправкам градостроительного кодексу предлагается в России отменить вообще экологический контроль и экологическую экспертизу. То есть мы, наконец, встанем в ряд с нормальными странами, такими как Зимбабве и Гондурас, в которых экологические нормы не учитываются при строительстве. Представьте себе, людям во двор загоняют постоянно работающие два самолёта Ил-76 на полную мощность. АПЛОДИСМЕНТЫ